Очень хорошо. Прямо так. Расскажи, как ты пошла на операцию, как это прошло, и как ты подготовилась сама к этому по методу ключ. И расскажи, что было в прошлый раз. Помнишь, когда ты там насчет... Да, да, громче только говори. Хосай Магомедович, ну, в общем, я подготовилась суперкруто, потому что я, на самом деле, это было первое мое такое, ну, как оперативное вмешательство. Операция была не очень сложная, но у меня раньше были еще там панические атаки, от которых тоже, собственно, вот вы мне помогли избавиться. Еще 10 лет назад я к вам с ними пришла. Но оперативное вмешательство – это прям патологический страх больниц. Он у меня был, знаете, вот я как только думала о них, у меня просто... Я цепенела. У меня тревога вот на 10 баллов, знаете, как вот постоянная паническая атака. Вот. И я по целебному роблику готовилась, то есть прям вот выход вот этот вот в ноль, я подкачивалась, дыхание долго-долго-долго-долго. Все. И потом, как вы мне рекомендовали, я, ну, как закладывала туда, представляла, что я, например, ну, я на даче на велосипеде ездила. На даче на велосипеде и на море, потому что на велосипеде у меня как бы все под контролем. Я, ну, я классно езжу на велике, я такая вся смелая, классная. Вот. И как бы вот это состояние я туда, ну, как водила. Нет, нет, подожди, постепенно, постепенно. Значит, у тебя должна была через несколько дней быть операция. Ты приняла решение, что будешь оперироваться, да? Да, да, да. Да. Или ты принимала решение, я что-то не могу понять. Ну, я еще принимала решение, я даже принимала. Нет, я сначала пять дней просто делала вот эту целебный ролик, волну делала, делала, делала. Но я еще все равно сомневалась. И уже как бы за день до операции я поняла, что, ну, меня уже припекло. И я как-то подольше вот это сделала. И, ну, поняла, что я все-таки буду это делать. Что у меня появился какой-то ресурс на это. То есть, ну, я готова. Я почувствовала некую моральную готовность. Вот. С утра я встала совершенно без всяких истерик. Как-то приехала в больницу. Я даже сама вот я говорю, и я как-то это, ну, как будто не я. То есть, это ненормальные мои реакции. Я просто знаю, ну, то есть, я знаю заведомо, какая должна была быть реакция. А все пошло по-другому. Все пошло просто супер. То есть, я сама от себя, как будто я не тот человек. Или я как будто антидепрессантов каких-то наелась. Я не знаю, в общем, что. Вот. И самый такой вот момент был, когда пришли уже за мной и говорят, ну, давайте, в общем, пойдемте, вам пора. Я сходила, помыла руки. Знаете, так, как будто я, ну, мою руки там, не знаю, перед тем, как, ну, там, сесть поесть или что-то, да, вообще в полном каком-то пофигизме. Перед этим тоже я посидела так. Ну, правда, я интенсивно не качалась. Прямо у меня такое напряжение побольше было. И все. И такая пришла вот как-то с полным принятием, с полной отдачей. Я отдалась врачам, и вот это доверие какое-то появилось. То есть, не было так. Скажите, под наркозом была, да? Операцию под наркозом? Да. Там полчасика, но это мой первый наркоз, я говорю, поэтому... Ну, ну, как бы мне было очень страшно. Ну, тебе наркоз, это как, кололи или ты там дышала? Примерно. Примерно, да, на полчаса. Вот, потом я открыла глаза в палате, как бы все, я нормально отошла. И вечером перед сном тоже я поняла, что как-то, ну, видно, все равно такое возбуждение, да? Ну, два дня вот это принятие решения, такое, да, состояние. Ну, все равно был некий страх. И, короче говоря, я села, хотя было мне не очень удобно перед соседкой, а потом думаю, ну, какая разница, кто, как, это, я не гремлю, ничего. А перед соседкой было неудобно, в палате. Ну, как бы, да, вроде. А, и ты встала перед ней и волну делала, да? Ну, она, да, она лежала на той кровати, а я села, я включила ваш целебный ролик вот в одно ухо. Это буквально вот вчера было, я еще как по-живому рассказывала, меня только выписали сегодня. Вот, я вот так села, собственно, вот так как-то покачалась, 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 при том, что, надо иметь в виду, я в больницах никогда не сплю. Никогда, не что? Никогда. Это просто вот, ну, у меня там настолько не сплю, я не могу уснуть. Причем, с чем бы я ни лежала, у меня настолько нервное напряжение всегда было высоко, что я не могла в больницах. А тут я просто так покачалась, посидела, и я задала себе, вот как у вас был вебинар с Шейлой, и она говорила, что нужно, ну, как сказать, например, что до пяти я досчитаю и выйду из этого состояния. Да, но я сделала по-другому, я досчитаю до пяти, то есть я еще там пронахожусь в этом состоянии до конца ролика, дальше досчитаю до пяти, как бы лягу и усну. И, собственно, потом я, ну, через час нас разбудили, я поймала себя на мысли, что, собственно, примерно, как бы столько времени и прошло, и я реально вырубила. Молодец какая. И напряжение так. Я так рад за тебя. Да, я безмерно вам благодарна, я бы не решилась, во-первых, я не решилась бы на это, но это нужно было сделать, это было планово, но это откладывалось и поджимало, то есть я бы так, ну, я даже решение бы, наверное, не приняла. Ну, и Хасан Игоревич, я же рожала с вами еще вот первого, собственно, нет, второго ребенка, первого еще без вас, пять лет назад вот у меня. Ну, и как ты рожала? Была, собственно, рождена. Ну, расскажи. Честно говоря, тогда я не делала волну, я делала просто. Связь все время прерывается, поэтому голос пропадает. Как ты рожала там пять лет назад, расскажи, в двух словах. Я делала волну, я делала базовые тогда упражнения, вот эти, но в основном я раздумывала. Тогда еще волны не было, тогда еще волны не было, да? Прерывается все время. Вот, но я просто... Тогда волны еще у меня не было, да? Ты тогда делала базовые упражнения. Да, да. Вот. И просто в сами роду, уже вот прям подуги-неподуги, у меня тоже был наушник в ушах, и первые попавшиеся ваши вообще вебинары, я не знаю, что я слушала из вашего, но меня ваш голос очень успокаивал. И вот я прям без проблем тоже спокойненько родила. Поэтому теперь все какие-то такие, ну, какие-то важные, какие стрессовые, какие-то ситуации, ну, вот мне помогает еще ваш голос. Он мне как-то... Слушай, ну, голос-то голосом, ну, ты теперь попробуй и без голоса сама это все делать. Ну... Ну, чтобы ты не была на меня привязана, понимаешь, в чем дело? Да, Хасан Викторович, ну, когда, конечно, не такая там какая-то прям, вот я в гооператоре, но это было просто... Мне было легче с вами. Второй раз, если не дай бог, когда что-то там... Ну, я думаю, что я сама уже справилась, потому что опыт такой уже есть. Я просто знаю уже, что делать. Отлично, отлично. Я тебе очень благодарен то, что ты рассказала это. Я не могла, не могла. Ну, молодец. Очень многим поможет быть смелее, смелее. Меньше бояться, потому что люди себя накручивают. Накручивают, накручивают, ну, и бывает такая проблема. Надо на операцию, надо к зубному врачу, надо на экзамен, на ЭГЭ, там мало ли кому куда надо. Я там все время продолжаю рассказывать из ролика в ролик, время от времени повторяю, как одна дама летела в Америку. Десять часов лететь, так боялась лететь, и она перед этим засмотрелась, как двое стоят, Тору читают и головой качают. Она засмотрелась и тоже так внутри себя делала и летела, говорит, десять часов, как в раю. Да, ну ладно, хорошо. Да, я просто хотела тоже сказать вот нашим слушателям, вот, или кто смотреть нас будет, что я на самом деле, я правда прям вот очень такая нервная. То есть, если это взяло меня, то мне кажется, что, ну, возьми 99, там и 9 процентов. Хасан Гавич, вы меня знаете. Молодец. Поэтому я подала помощь у вас, ключ к себе. Я горжусь тобой. Давай. А как я горжусь. Давай целую. Дай Бог тебе здоровья, дома привет всем. Благодарю вас. Крепни, выздоравливай и звони. Давай. Все, спасибо. До встречи. Вебинар у нас будет с Газенко, с Романом. Потрясающе будет вебинар. О, ты что. Он будет расшифровывать смысл слов некоторых, которые мы все произносим, а, кажется, они смысл другой немножко имеют. Го будет как классно, потому что люди станут более дружелюбными. Ну, в общем, увидишь. Давай. У вас отличный вебинар. Они как бы, ну, то есть, можно и поучаствовать, свои вопросы разобрать. Очень такие практичные. Так что буду приятного. Все, счастливо. До встречи. До встречи.